День становится короче, кормовая база меньше, а значит пора на юг. Это, пожалуй, одни из главных причин осенней миграции птиц. В нашем регионе процесс уже в самом разгаре. Днездовой сезон давно закончен. Птенцы, что называется, встали на крыло. А значит, самое время покинуть родные пенаты и отправиться в теплые страны. Причем, чем позже они начинают мигрировать, тем раньше стоит их ждать назад по весне, говорят орнитологи. Некоторые птицы еще в небольшом количестве держатся. Например, деревенские ласточки пока еще у нас есть. Хотя уже со дня на день они тоже нас покинут. Как только перестанут летать насекомые, за ними исчезнут все птицы, которые охотятся на летающих насекомых. Ну, допустим, зерноядные птицы, такие как щеглы, зяблики, будут лететь практически до самых холодов. А некоторые могут даже задерживаться у нас и на зимовку. Другие птицы выбирают зимовку в своем регионе или же рядом, вблизи незамерзающих водоемов. Касается это не только водоплавающих, но и нырковых особей. Последними улетают те, кто, в принципе, они могут как улетать, так и, в общем-то, у нас остаться. Одними из последних от нас улетят чайки, крупные белоголовые чайки. Одними из последних улетят грачи. Они будут до самого наступления зимы. Миграция для птиц – процесс энергозатратный. Именно поэтому определенные виды каждый год выбирают зимовку в Рязанской области, так как уже приспособились к климату нашего региона и научились находить источники пропитания. Среди них всем знакомые нам снегири и синицы, а также утка-кряква и некоторые нырковые птицы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».